Всем здорово, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Продолжаем играть с ними в различные андроид-игрушки и возвращаемся в вампиров. Собственно, сегодня мы, наверное, будем играть опять же за нового героя. И вот мне почему-то не засчитало, чтобы я продержался 31 минуту на молочном заводе, что странно на самом деле. Я бы хотел сегодня в какой-нибудь новый уровень пройти, допустим, зеленые пастбища. На молочном заводе я тоже пробуду, но чуть попозже, когда-нибудь в следующий раз. Давайте мы... За кого будем играть? Можно играть за Пугналу, за Дамарио, Порту, Дженаро, Суор. Но вот у Соли Мио и Мартача это на самом деле план. К тому же у Соли Мио есть новое оружие. А можно, кстати, вообще оружие Соли Мио разблокировать для всех персонажей? Или оно чисто эксклюзивное? Странно, по-моему, оно должно разблокироваться. Но что, будем играть за Собачку или за... Хотя нет, Собачка, она не очень будет хороша в том режиме. Наверное, за Мартачу всё-таки стоит сыграть, я думаю. Соли Мио, Мартача и По. А есть ли у нас двойные какие-то задания? Зипа и на Аркану и одновременно на... Так, Пугналу до Марио, Порта, Дженаро, Су Клеричи, Антонио, Емель да Паско и Линаарко. Нет, у нас разные, к сожалению, задания. Костяную зону я ставлю на десерт. Когда-нибудь мы с вами её пройдём. Это будет одна из самых сложных локаций. Так, во-первых, коллекции надо будет сейчас исключения сделать, которые мы открыли с вами в прошлый раз. И, наверное, пойдём с вами в зелёные пастбища или как там оно называется. И будем играть за скелета, я думаю. Ну, это будет сложно, потому что это сама по себе сложная локация. Но мы попробуем. Давайте, кстати, преодоление лимита тоже выключим. Потому что, по-моему, оно не засчитывает с этим модификатором, если я иду в какую-нибудь там вот такую локацию. Ну, не в какую такую локацию вообще. Если я врубаю преодоление лимита, то он не засчитывает прохождение. Что странно. Собственно, в зелёных пастбищах особенность в том, что есть бонус к золоту и к удаче 50-10%, в отличие от обычных локаций. Ах, где нет, подождите. Тут нету никакого бонуса. Ну, короче, самое главное, что здесь идёт здоровье врагов увеличенное. Кстати, у меня открылся крошечный мост. Но я же в прошлый раз, когда заходил в игру, его не было. Он не был открыт. Странно. Кстати, ограничения по времени. Я вижу, что тут есть таймеры. Но я буду в зелёные пастбища, наверное, играть. Хотя мост тоже прикольный. Там можно разблокировать нового персонажа. И это достаточно просто сделать. Там даже не один, там, по-моему, два новых персонажа можно разблокировать. Но я не хочу. Я хочу сегодня сыграть вот в зелёные пастбища. Так, попробуем поиграть за скелетика. Инверсию не буду врубать. И, соответственно, читерские режимы тоже. Можно взять... О, плохой сезон. Это же одна из самых офигенных аркан. Я бы хотел её взять, но я не знаю, потяну ли я с ней. Можно, конечно, попробовать. Но что-то у меня плохие предчувствия. На этот счёт. Не буду, наверное, брать плохой сезон пока что. Но потом мы с ним обязательно поиграем. А пока давайте возьмём чё-нибудь либо для выживаемости. А есть чё-нибудь на кости? Было бы неплохо. К тому же мы ещё не видели с вами оружие кости. Мы его посмотрим тогда. Лихорадка. Это понятно. Это понятно. Можно взять какую-нибудь аркану на вот... Либо взять бессмертие. То есть не бессмертие, в смысле оживление, чтобы у нас были. Чё мне надо? Мне надо... Мне, кстати, необходима была бы скорость прожектайлов. Можно, конечно, взять и бухгалу иллюзий, но я хочу скорость прожектайлов. Давайте я возьму это. Сейчас начнётся полная дичь. Вот так вот работают кости. Они отскакивают от противников. Ну, блин, чё так медленно уровень опается? Давай сюда. Чё мы возьмём с вами по оружию? Я вот не помню, в этой локации есть вообще... Вот эти... Да, метагливу есть, хорошо. То есть желательно будет взять тогда... Я чеснок возьму, потому что я понимаю, конечно, что у противников повышенное здоровье, все дела. Хотя, блин, нафига мне на Мартачу чеснок, я тут подумал. То есть он же вообще не с... Как сказать, не особо усилится таким образом. Ну, чисто как защитный эффект. Давайте возьмём рунтрейсеры. Ну, ладно, я оставлю чеснок, типа, мне неохота просто переигрывать. Хоть, да, и пара секунд. Так, здесь можно взять броню, кстати. Да, почему бы нет? А чё тут вообще на карте есть, кроме метаглив? Вообще ничего. То есть это прям хардкор-хардкор-хардкор. То есть нам не дадут ничего другого. Нам ещё тогда нужно будет пару слотов оставить, получается, на шпинат и эту фигню. И можно будет взять ещё какой-нибудь один прожектайл. То есть предмет на прожектайлы. Надо было... Нет, ладно, я всё-таки завершу, потому что, во-первых, я хочу подумать над сборкой нашего персонажа. И что ему точно мне не надо? Ну, сто процентов для него не нужен хлыст, я думаю. Вода тоже... Хотя нет, вода на него работает. То есть хлыст плохо работает. Посох, я думаю, тоже не очень круто бы работал. Ножи более-менее, но мне лень их собирать. Давайте отключим что-нибудь. Вот эта штука точно не работает. И мы её сразу отрубаем. Дальше молнии. Печать это неинтересно, поэтому печать мы тоже вырубим. Дальше. Пистолеты плохо работают. Кошки неплохо, но не так интересно. Хотя золото было бы неплохо нафармить на самом деле. Но кошки меня сами убьют, скорее всего, со временем. Ещё можно что-то одно вырубить. А давайте мы, знаете, что сделаем? Мы просто запретим сейчас обе голубки. И, допустим, что-нибудь самое бесполезное. Это у нас будет пусть... Чтобы мне запретить вот самое-самое бесполезное. Ну, хлыст, наверное. Потому что он не так будет хорош. Да, давайте хлыст запретим. И вот с такой сборкой уже пойдём. Теперь нам эти предметы вообще не будут попадаться на протяжении всех забегов, которые мы начинаем, пока мы не отменим эту шнягу. Так, ну берём опять же скорость прожектайлов, потому что это весело. Можно, конечно, сделать огромные кости. Видите, здесь рандомные враги. Что особенность, так сказать, этой карты. И рандомные эффекты ещё на карте. Я просто посмотрю, что у него здесь продаётся. Можно, кстати, взять, допустим, бомбы, либо карелла. Можно, кстати, взять вообще все вот эти три предмета. Чисто по приколу, а? Но у них не будет эволюции. Вот в чём проблема. У меня будут только эволюции, получается, на... Не, можно, конечно, по руфлу взять. Типа и бомбу, и небесную пыль, и карелла. Но чисто, знаете, руфлосборка получается. Так, пентаграмма, ланцет берём. Ну, давайте попробуем пройти чисто с рандомным оружием. Это звучит, по крайней мере, забавно. Так, здесь мне ничего не надо. Здесь мне тоже ничего не надо. Я вот думаю, какие предметы мне надо собрать. Ну, я тогда буду собирать всё на максимальный, так сказать... У нас будет очень странный скелет, получается, с вами. Я не знаю, сможет ли он выжить без единой эволюции. Ну, помимо ланцета и лавра, соответственно. Ну, как раз мы это посмотрим. Тем более, здесь у противников повышенное здоровье. Вдруг это оружие как-то нам затащит. Фиг его знает. Мы вроде бы все эволюции из открытого оружия уже с вами видели. Если я не ошибаюсь. Так, шкатулка Тороны. Будем её брать или нет? Давайте подумаем, что нам нужно будет. Нам нужно будет шпинат взять обязательно. То есть, во-первых, магнит, потом корона, это 100%. И дальше получается книга, перчатка, канделябр и дупликатор, скорее всего. Да, у нас нету места для шкатулки. Ну, ладно. Тогда я возьму, наверное... Подожди, заклинатель... Окей. У нас даже заклинатель, по сути, не вмещается в нашу сборку. Ну, либо тогда не надо было брать магнит с другой стороны. Подожди. Заклинатель, канделябр, томик. Вот эти три предмета мне нужны. Корона четвёртым и пятым предметом получается... Так, подожди. Либо дупликатор, либо заклинатель. Да? Хм. Блин, ну дупликатор это слишком круто на скелета. Я не могу отказаться от дупликатора. Может быть, отказаться от опыта? Я вот думаю, да. Наверное, пофиг на опыт. Давайте не будем его брать. Магнита нам хватит. И опыта, я думаю, тоже нам хватит. Повтор. Возьмём здесь, соответственно, наруч. Шпинат тоже брать не будем. Хотя без шпината будет сложно убивать противников на ластовых каких-то там... Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Так часто, кстати, выезжают эти тележки. Так, заклинатель. Блин, и корона, и заклинатель. Но мне нужен заклинатель, чтобы у меня дольше оставались снаряды на поле боя. То есть так они исчезают через определенное время, и заклинатель увеличивает количество этого времени, что ли. Вообще, на Мартачи идеально брать такие вещи, как кресты, к примеру, и очень-очень хорошо на него заходит рунтрейсер. Но я, но, видимо, не в этой сборке. Блин, какие они быстрые здесь. Вообще жесть. Можно просто вот так от них убегать, и они сами себя будут дамажить, по сути своей. Так, давайте возьмем еще бомбы, тогда в таком случае. Мне бы, главное, не погибнуть только до того, как я соберу имба сборку какую-нибудь. Так, и еще мне нужно найти лавр. Лавр, кстати, бы мне очень помог сейчас в начальных этапах. Так, берем еще размер снарядов. Вообще, было бы прикольно, конечно, собрать все три руны в самом начале, но это невозможно сделать. К сожалению, максимум, ты можешь только две руны, и только на инверсии ты можешь вторую, а на инверсии мы за Мартачи точно сольем. Давайте качать вот эту шнягу, чтобы пока лавра нету, чтобы у нас хоть какая-то выживаемость была. Потому что то все будет печально достаточно. Блин, без короны, конечно, будет сложно поднимать уровни с другой стороны. Нам осталось найти дупликатор, по сути, и томик. Все остальное у нас уже есть. Будем прокачивать оружие, потому что надо как-то защищаться. Да, пока цветов от этого оружия вылетает не очень много, поэтому я, так сказать, не могу просто окружиться на месте, чтобы все вокруг меня умирали. Ой, нифига себе, они тут реально быстрые. Мало того, что у них много здоровья, так они еще и какой-то обладают повышенной скоростью передвижения. Так, здесь я возьму вишневую бомбу. Мне нужно как можно больше урона вносить, то есть иначе на поле поздних этапов меня просто снесут за секунды. О, да, детка. То, что нужно. Давайте мы сразу избавимся от этой штуки. Можешь сразу собирать все сундуки, потому что эволюции у нас никаких не будет. Хотя нет, парочку надо будет оставить. Но это можно будет в лите сделать. Так, давайте мы здесь возьмем магнитосферу, чтобы больше собирать. Кстати, вот на эту штуку... Кстати, заметили, огнемет стал быстрее, из-за этого он стал тоньше. Это забавная тема. О, все, лавр берем. По сути, если лавр прокачать хотя бы там до четвертого и пятого уровня, нас уже противники будут редко пробивать, вот когда мы мимо них ходим. И, возможно, что-то мы из этого и придумаем. Но, блин, мне кажется, мы с такой сборкой фиг выиграем. Мне кажется, надо было брать что-нибудь с эволюциями и с масс-уроном. Потому что это все-таки повышенные уровни сложности карта. О, дупликатор есть. Это еще плюс один снаряд, а это значит, что я еще больше врагов смогу отталкивать от себя. Пошли жнецы. А не рановато ли для жнецов? Они же шли в Капелла Магна, и они появлялись, ну, не так быстро, как здесь. Или здесь вообще прям рандомные-рандомные противники. То есть, вне зависимости даже от того, на какой волне они шли. Так, здесь берем еще, наверное, кость. Если у нас будет очень много снарядов, то мы, в принципе, будем убивать все, что вокруг нас, и ничто не будет до нас успевать доходить. Но для этого нужно поднять еще очень много уровней. А без короны это будет сделать, ну, мягко говоря, проблематично. Можно еще дупликатор взять. Это даже будет лучше, потому что этот дупликатор, он работает абсолютно на все мое оружие. То есть, не только на кости. Если я взял бы сейчас кости, у меня бы только один снаряд кости добавился. Ну, еще бы урон, конечно, добавился. Но это не так интереснее. Блин, ну почему именно эти скелеты? Тут, знаете, рандом некий присутствует. То есть, какие противники тебе выпадут? Давайте мы возьмем здесь еще кости. Нам нужно оружие в первую очередь прокачивать, а потом уже, собственно, защиту. Если я замечу, что я начинаю проседать по хп, то я постараюсь в следующем уровне взять какую-нибудь защиту. Еще кости берем. Какой-то странный у нас билд получается. Вообще без эволюции. Но мы, в принципе, должны затащить. Так, здесь мне не нужно ничего, поэтому я изгоню, допустим, броню. Просто, чтобы мне выпал нужный мне предмет, мне осталось собрать только, получается, томик. Чтобы чаще запускать эти, как они называются. Надо было бомбы, наверное. Качать костей так уже достаточно много. Кстати, заметили, они из-за канделябра выросли в размерах. А если взять аркану на, получается, давайте возьмем сундук. А если взять аркану на увеличение размера, то прикиньте, какими огромными могут быть кости под конец забега. Особенно, если ты получишь очень много уровней. Так, забираем, забираем. Можно взять небесную пыль. И это еще канделябр только первого уровня. А я точно ту аркану взял? Да, я, по-моему, взял аркану на скорость снарядов. То есть, я не знаю, почему кости настолько сильно выросли в размерах, хотя у меня всего канделябр первого уровня. Они уже такие огромные достаточно. Они же совсем маленькие изначально. Тик-так-так. Ну, меня уже почти не пробиваются. Меня уже радует. То есть, у нас есть все шансы пройти этот уровень. Возьмем, наверное, последний уровень костей. А, я, кажется, понял. То есть, скорее всего, кости стали больше, потому что я их прокачивал. И у них, наверное, размер увеличивается, если ты их качаешь. И, кстати, смотрите, как много цветов вылетает. Хотя я их почти не качал, эти цветы. А че, почему их так много вылетает, если я их не качал? А, ну, возможно, работает вот этот вот дупликатор, прожектайлы. Они как-то так сочетаются, что ли. Можно просто вот так на одном месте, по сути, уже кружиться. Так, давайте возьмем ланцет. Надеюсь, они все-таки меня под конец не начнут пробивать. Надо бомбы качать. Мне не хватает прожектайлов. То есть, одних костей не хватает, чтобы расправляться со всеми противниками. Надо всю остальную оружку тоже качать. Блин, еще взрывающиеся призраки пошли у меня. Пока против них, кроме этого, как его, лавра никакой защиты нету. А лавр, он такой, знаете, рандомный достаточно. Еще вишневая бомба. Немножко они меня пробивают все-таки. Но вот сейчас пойдут скелеты. Скелеты быстрые, они будут больше урона мне наносить. Блин, жалко вот, что мне не падает этот... Магнитосфера. Было бы неплохо, если бы она мне выпала все-таки. Что-то какие-то скелеты жирные не пробиваются практически. Давайте тележки тащите. Хе-хе-хе-хе. Хоть вы и не прокачены. Давайте еще бомбу. Мартачо, короче, с кучей чужого оружия. И это еще не все оружие разблокировал в магазине этого челика. Там еще амбра джопом. О, ну наконец-то магнитосфера. Хоть смогу побольше опыта фармить. А то без короны достаточно сложно фармить нужное количество опыта. Еще бомбы. Базовая скорость. И тем более мы увеличиваем скорость снарядов с каждым уровнем. То есть у нас потом будут очень быстро летать снаряды. И скорее всего почти всех задевать на экране. Возьму еще магнитосферу, чтобы еще больше притягивать эти шняги. Вот с этими мышами надо уже быть немножко поосторожнее. Так, возьму еще тележку. Блин, эти мыши, они так больно бьют. На самом деле еще тележку давай. А убивать я их слабо пробиваю. То есть я их не ваншотаю. Вполне возможно, мы возьмем третий аркан и что-нибудь на выживаемость. Допустим, на воскрешение или типа того. Я, наверное, еще магнитосферу возьму, чтобы максимально опнуть скорость подбора опыта. Так, посмотрим, что в сундуке. Лавр пойдет, выживаемость повысится. Какая-то наркоманская сборка у меня получилась. Я очень-очень не уверен, что у меня получится дожить до каких-то там более ластовых этапов. Но пока просто качаемся, пока есть такая возможность. Но, учитывая, что мы мышей уже почти не пробиваем, я представляю, что там будет дальше. Можно просто вот так кружиться на месте, и цветы, так как они вылетают сзади нашего персонажа, они будут попадать по всем противникам вокруг. Так, давайте еще цветы. Пришло время начать качать цветы. Так, открываем сундучок. Здесь канделябр, все дела. Нам нужен сундук с арканом, он скоро уже должен выпасть. Притянем все предметы на карте. Но надо сначала томик выбить. О, томик есть, все, зашибись. Есть все предметы. Офигеть размер взрывов у бомб. И очень много цветов идет. Так, давайте возьмем еще ланцет. Ланцет нам позволит, кстати, все-таки пройти эту локацию, я думаю. Потому что он будет замораживать всех противников вокруг нас. Так, еще, наверное, ланцет тогда в таком случае. Во, уже начинается полное вакханалие. Блин, вот эти головы, они очень быстро и не успевают дойти до меня и ранить меня. Долбаные головы львов. Так, я, наверное, лавр возьму для выживаемости. А то меня что-то пробивать начинают. На этой локации часто, конечно, встречаются всякие... Как они называются-то? Первым делом я бы хотел прокачать всю оружку, а потом уже двинуться по пассивным предметам. То есть, увеличить, допустим, скорость снарядов, продолжительность их действий и так далее. И тому подобное. Можно уже брать, по сути, предметы. Блин, я чуть было не забыл, что у меня нету этого. Мне сейчас очень повезло, что мне выпал аркан. У меня же пропусков... Ой, не пропусков, а эти, как они называются, замен-то не было. То есть, я сейчас на удачу взял аркану. Цветы. Так, давайте пока заморозка времени есть, мы возьмем быстро все предметы. До того, чтобы боссы нас сразу не заваншотали. Этих боссов, конечно, с такой сборкой будет достаточно сложно победить, чувствую я. На них наверняка кресты не работают. Я, наверное, сначала прокачаю все-таки предметы, а потом уже начну качать эти проклятия. А то иначе, мне кажется, я просто не выживаюсь, сразу начну проклятия качать. Надо еще время от времени курочки искать. Но это чисто рандом, то есть, не выпадет тебе курочка, не выпадет тебе курочка. Еще больше прожектайлов цветов. Устраиваем настоящую цветовую дискотеку. Так, здесь я возьму, наверное, еще улучшение оружия. Я думаю, начиная с 15-й минуты, я уже перестану подбирать сундуки. Пока еще буду их брать, чтобы прокачиваться. Так, возьмем, наверное, даже не знаю. Давайте будем все одновременно примерно качать. Хотелось бы еще магнитосферу прокачать. Если она у меня уже, конечно, не максимального уровня. Давайте лавр для выживаемости. Так, здесь возьмем цветы на максимальный уровень. Так, меня чуть было не ваншотнул босс. Из-за того, что я остановился и выбирал предметы. Так, сразу куча опыта. Давайте фолиант, будем чаще запускать снаряды. О, пошел огнемет. Притягивание всего лута. Хорошо. Так, здесь возьмем... Давайте область снарядов. Хочу область. О, оборотни пошли. У оборотни они примерно такие же. Может быть, даже чуть меньше у них ХП, чем у этих... У летучих мышей. Хотя, может быть, и больше. Я точно не знаю. Надо быть бестиарий потом посмотреть. Так, последний сундук берем. Еще чаще будем запускать прожектайлы с помощью книги. Так, меня сейчас убьют, мне кажется. Я где-то пролутал урон. Так, оживляем. Блин, если бы получилось дожить до... Так, здесь я возьму еще... Так, что за взрывы пошли? Алло. Подождите, я боссов, что ли, уже прикончил? Так, давайте теперь качать тележки. По-моему, я боссов уже... Того самого. Так, где-то здесь есть штука, притягивающая опыт. Тележки качаем. Но пока мы вроде более-менее справляемся. То есть, нас не особо сильно пробивают. Давайте еще книжку вкачаем. У меня точно магнитосфера уже максимального уровня? Да. К сожалению, уже максимального. Давайте канделябр, больше снарядов, чтобы были по размеру. Блин, мне бы воскрешение взять на всякий случай с следующей арканой. Может, у меня больше воскрешений нету? Тележки еще хочу. Посмотрите просто, что происходит на экране. Я ничего уже не разбираю. Что тут происходит вообще. Давайте еще тележки. А этот сундук я уже, наверное, ставлю на эволюцию. Давайте прокачаем заклинатель, чтобы длительность повысить. Еще, наверное, заклинатель. Ну, а пошли эти богомолы уже. Ну, в принципе, мы их ушатываем. Ничего особо сложного. Так, давайте еще тележки на максимальный уровень уже. Так, я еще хочу, наверное... Давайте канделябр. Надо будет уже скоро брать этот кольца. Заклинатель. Но для начала прокачаем полностью все аксессуары. Просто посмотрите, с какой скоростью тележки летают. А вот цветы не особо ускоряются. Возможно, у них не работает наручь, как мне кажется. Иначе они так медленно летят. Они должны быстро летать по экрану. Креветки пошли. Вот креветки уже очень жирные. С ними будет, возможно, некоторые трудности. Давайте польем их огнем всех. Возьмем еще наручь. Боже, что происходит на карте? Что-то у меня такое ощущение по тому количеству опыта, которое я собираю, что я не смогу вкачать себе этот кольца и этот метаглио. Хотя у нас еще 12 минут есть. Мне нравится вот так вот кругами ходить. Цветы так прикольно разлетаются в разные стороны. В виде спиральки такой. Так, ну и начинаем качать кольца. Ой, чувство, аукнется нам это. Но если сумеем прокачать их на максимум, эволюционировать ланцет, то должно быть все зашибись. Надо попробовать воскрешение взять следующие арканы, если они выпадут. Да, с опытом какая-то беда начинается. Мы очень мало опыта получаем. Давайте прокачаем область. Будем параллельно качать два кольца, чтобы не слишком много противников было. Так, давайте теперь прокачаем, наверное, еще область. Вообще желательно сначала серебряное кольцо прокачать, но я хочу также, чтобы противников было больше и, соответственно, было больше опыта, чтобы мы успели прокачать с вами до 30-й минуты эволюцию на лавр и на кольцо. Ну, на ланцет, точнее, колечко. Блин, капец, уже големы. Так быстро. Давайте еще ОЗ противникам поднимем. А, я уже их не могу убивать. Мне нужна опыта. Давайте еще колечко. О, я взял заморозку всей карты. Отлично. Давай ланцет выручай. Что-то меня зажимают, капец как. Мне нужны более жирные противники, да. В кавычках. Блин, какой-нибудь босс вот с этой кучи малые меня зажмет, нанесет мне какой-нибудь фатальный урон, я погибну и сказочке конец. Давайте еще кольцо. Но если апнем ланцет, то мы будем уже точно всех противников убивать, потому что мы будем постоянно понижать им запас здоровья в два раза. О, еще эти. Я думал, что может быть хуже, чем големы. Вот эти чуваки. Они быстрые, они жирные, их фиг убьешь. Так, давайте область еще. Ну, хотя вроде мы справляемся пока что. Тем более, если мы апнем эволюцию, возьмем на ланцет, мы сможем, в принципе, больше опыта лутать. Потому что противников будет легче побеждать. О, есть арканы. Или, может быть, взять какую-нибудь аркану на урон. Я не знаю, есть ли у меня такие. Но мне не выпало арканы на воскрешение. Блин, тут все арканы фигня. Придется брать аркану на... Это... Начинается, блин, бомбардировка. Так, давайте еще одно колечко. Придется взять аркану на золотую лихорадку, чтобы... Я не знаю, там... Чтобы было. Ни... Точнее, не придется, а пришлось взять. Блин, надо как-то апать скорее ланцет, иначе я просто не успею еще лавр потом прокачать. Мне нужно как-то уже начать пробивать противников. О, боже мой, пошли еще эти дурацкие минотавры. Колечко. Просто посмотрите, с какой скоростью летают снаряды. Это жесть. Может быть, они мне вытянут катку, но именно скорость снарядов. Так, еще колечко. Я кучу опыта еще пропускаю, потому что редко хожу в разные стороны. А там за картой опыт падает везде. Так, еще колечко. Подождите, надо проверить, сколько у меня кольца прокачано. Еще надо одно колечко три раза вкачать. Окей. Ну, а ланцет-то я успею прокачать. Вот успею ли я прокачать лавр? Тоже вариант. Вопрос точнее. Так, еще колечко. Ну, в любом случае, я могу с сундуками догнать оставшиеся улучшения для... Как его? Для лавра. Если что. Боже. Моих прожитайлов становится с каждым разом все больше и больше. Я уже вообще не понимаю, что происходит. Цветы, кстати, пошли тем временем. Сейчас на 25-й минуте, скорее всего, будет какой-то жесткий босс. Последний уровень. Окей. И эволюционируем ланцет. Угу. Окей. Все. Теперь мы должны гораздо быстрее ушатывать противников. Благодаря пассивке ланцета. Хотя сложно в этой игре назвать что-то активкой. Тут, по сути, все пассивно. И работает. И качаем метаглио теперь. Не знаю, успеем, не успеем. Хотя тут наверняка потом пойдет какая-нибудь волна, где будут из противников падать в основном только красные самоцветы. И на тех волнах мы, скорее всего, сможем себе поднять достаточно много уровней. Так, давайте еще метаглио. Сейчас уже можешь не опасаться, какие метаглио брать. Потому что мы всем противникам понижаем в два раза здоровье. Не важно, сколько у них здоровья, они рано или поздно отлетают. Поэтому надо вам тот опыт собрать только. Так, они мне немножко пробивать начинают. Нет, не нравится. У меня нету больше воскрешений. Я не знаю, как я отхиливаюсь, с помощью чего. А, цветы, по-моему, меня хилят, если я не ошибаюсь. Надо это не особо сильно рыпаться, а не бегать по сторонам, а то меня чуть не убили только что. Цветы, по-моему, хилят, если я не ошибаюсь. Вот, наверное, почему я до сих пор жив. Сейчас будет 26-ая минута, притянутся все самоцветы ко мне. И я сразу себе пару уровней возьму. О боже, начинается. Начинается настоящая жесть. Нормальный опыт так фармится, да? Я думаю, у нас есть все шансы прокачать метаглио на максимальный уровень. Ой-ой-ой, не зажимайте меня аккуратнее. Да, я думаю, мы вкачаем. Достаточно неплохо опыта и пошел под конец забега. Возможно, это из-за красных выпадающих самоцветов. Из-за того, что противников очень много, из некоторых из них выпадают красные самоцветы. И с помощью них я неплохо повышаю свой уровень. Так, давайте еще прокачку возьмем. О, медузы пошли. Блин, я уже жду, когда пойдет волна, где будет много красных самоцветов выпадать с противника. Скорее всего, будет либо 29-ая, либо 28-ая минута игры. Так, давайте восьмой уровень возьмем. Ну, когда все противники заморожены, я хотя бы начинаю видеть, что происходит на экране. Хоть немножко. Так, давай еще возьмем. Осталось всем чуть-чуть для прокачки лавра. Но у нас сейчас пойдут последние две минуты. Так, есть. Хорошо. Во, пошли красные самоцветы, зашибись. Остался последний уровень, по-моему, на предмет. Отлично. Берем эволюцию. Все, есть у нас эволюция щита. Теперь мы сможем победить жнеца на 30-й минуте, скорее всего. И можно еще собрать все оставшиеся сундуки и попытаться найти коробку конфет. Я думаю, она будет в этом сундуке. Да. Коробка конфет позволит нам выбрать еще какое-нибудь одно оружие. Причем любое абсолютно на выбор. Можно взять величайшее торжество по приколу. Как еще одно необычное оружие. Что еще нам подойдет? Волшебный жезл можно эволюционировать. Ножи можно эволюционировать. Топоры можно эволюционировать. Я взял чеснок случайно. Я не знал, что он автоматически его возьмет. Ну ладно, пофиг. Чеснок, так чеснок. Давайте качать чеснок тогда. Через сундуки будет гораздо быстрее. Так, еще три чеснока. Не знаю, зачем мне чеснок. Ну ладно, пусть будет. Еще чеснок. Больше чеснока, богу, чеснока. Так, всегда большой мешок денег. Ну все, нам осталось прожить буквально полторы минуты. Если справимся. Главное, чтобы на последней минуте не было какой-то супер-мега-дичи. А то такое может быть, я знаю их. Так, у нас есть сотый уровень. Замечательно. Жнецы пошли со всех сторон. Со всех щелей, я бы сказал. Ну, а ланцет вместе с лавром помогают. Куча миллион снарядов вращается. Вокруг достаточно небольшой области. Вокруг меня. Ну да, урона здесь не так, что прям особо мега много. А я не помню, за какого уровня мне нужно было достигнуть замартача. Восьмидесятого, шестидесятого, сорокового или сто двадцатого. Может, если сто двадцатого, то и не успею. Хе-хе-хе. Все, сейчас шнец будет. Так, можно попробовать его заогнеметить. Так, подожди, отстань. Спасибо. Можно еще вот так вот на нем постоять и цветами его засыпать. А еще можно вот так вот отходить от него и тоже его прям сочным таким количеством цветов. На, получай. На, получай. На, получай. Но, он скоро погибнет. Рано или поздно. Я понижаю в два раза его здоровье каждый раз. И в течение определенного времени он должен погибнуть. Но с таким оружием, конечно, да. Это не самая быстрая задача, даже несмотря на то, что я понижаю в два раза здоровье. Так, шнец, прекрати бегать. Но тридцать одну минуту я уже в любом случае выжил, поэтому мне точно дадут ачивку. Все, я победил. Обоих жнецов причем. Изи-бризи. Ах, победа! Сладкий вкус победы. Может быть, еще за одного перса сыграть? Почему бы нет? Попробовать на молочном заводе не собирать, допустим, метаглио. То есть, я хочу попробовать просто прожить тридцать одну минуту. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Капец. Окей, хорошо. Выход. Достигните 80-го уровня Мартачо. 30-минут на зеленых пастбищах. Открыто два усиления. Так, усиления выбираем и качаем, собственно, пропуск, попуск и повтор. Но я все равно ушел в минус по голде Даже несмотря на то, что прокачал всего два предмета Так, погнали следующую ачивку выполнять Можно за По поиграть 50 в уровне достигнуть Можно за Арку, по Сквалину и Мельду Ну, кстати, за По весело будет с Чесноком попробовать пройти Достаточно Но, с другой стороны, за По я играл Че за Пугнала, я вот не помню Пугнала, это кто у нас такая? Или кто такой? Клеричи А, Пугнала, это чел с револьверами, окей Так, за него мы тоже играли За Дамарио мы играли За Порту мы... Играли, но... Нет, не играли почти Мы играли за Арку, по-моему Да, за Арку мы играли За Джинара мы играли За Клеричи мы ни разу не играли Вот, кстати, за Клеричи можно пробовать поиграть Тем более на молочном заводе для ее оружия есть эволюция За Антонио мы играли За Эмельду мы не играли За По Сквалину мы почти тоже не играли За Арку мы тоже почти не играли Но, блин, хотелось бы по, конечно, прокачать Блин, ну... И набег боссов... Набег боссов мы потом пройдем Хотя, с другой стороны, там всего 15 минут надо прожить Может быть, даже это будет получше Чтобы серия была не очень длинной Не на больше, чем час времени Даже не знаю Ну, блин, я хочу продержаться Тридцать тридцать одну минуту на молочном заводе Ничего не знаю Поэтому я возьму, наверное... Может быть, взять реально По на молочный завод Я вот думаю Только не собирать Лавр и Ланцет К примеру Или Клеричи все-таки взять Для разнообразия Но, блин, за По Дают последнюю Аркану Она должна быть супер-мег-крутой Либо можно вообще за Осоли Мио поиграть Чтобы еще один рерол, допустим, разблокировать Но у нее тоже цветы Мы только что играли с цветами Лучше собачку на потом оставлю Я вот даже не знаю Кого бы здесь-то получше было бы выбрать Может, Арку выбрать? Не, я хочу Клеричи Я за Клеричи еще ни разу не играл Это один из тех персонажей За которых я в записи не играл еще ни разу Ну и вне записи в том числе тоже Потому что вне записи я вообще не играю в эту игру На телефоне Так, давайте мы возьмем вот это И пойдем на молочный завод Не будем брать преодоление лимита И бесконечная инверсия Потому что нам не засчитывают прохождение в таком случае И также не будем брать себе Вот эту, блин, конечно, хотелось бы взять штуку Но я думаю, мы с ней проиграем Можно рискнуть, конечно Можно рискнуть, но я чувствую Это плохо закончится Я бы хотел собрать Кнуты, револьверы И вообще все на свете Можно попробовать? Не знаю, получится, не получится А да, у нее же область повышения Повышается область в начальных уровнях Я бы мог взять песнь Маны Как вариант Потому что это очень имбовая штука Для этой локации Но, блин, предлагаю второй револьвер Наверное, возьму все-таки второй револьвер Здесь мы возьмем с вами Если для воды да Тогда да Да-да-да-да-да-да Так, да Жалкая птица Подождите Я хотел кнут собрать А я же его заблокировал Подождите Что есть вообще на этой локации? Если так посмотреть Есть скандилябр Ой, не скандилябр Это броня есть Есть скандилябр Есть магнит И еще есть эта фигня Это, по сути, раз, два, три, четыре эволюции Плюс пятая Это водичка А, нет Магнит же является эволюцией для воды Так, тогда четыре И две последние Допустим, револьверы И Блин, а я Зачем я взял Кандилябр? Я дурачок, что ли? Давайте заново Я бы хотел взять Что-то на вампиризм То есть, допустим Тот же кнут Было бы неплохо взять И чеснок, к примеру Тоже можно прокачать Давайте я тогда Уберу Блокировку с кнута И поставлю блокировку На что-то Что мы точно не будем качать Ну, допустим, ножи Ножи я точно не буду качать Погнали Молочный завод Все эти же Штуки Берем Плохой сезон Браслет Блин, не хочу брать браслет Он такой Достаточно посредственный Я бы хотел взять Лучше что-нибудь На исцеление Будем ли брать заклинатель Ну, на самом деле Это неплохая штука Я бы хотел ее взять Теневая шестерня Мне нужна Да, да Мне же нужна Теневая шестерня Совсем забыл Про эту шнягу Топор Соответственно Эти огромные буры Огромные топоры На полэкрана Забавно выглядит Давайте мы возьмем Еще получается Наручно же нам Ну, да, наверное Чтобы лужи Потом при эволюции Воды быстрее двигались Так-так-так-так-так О, пошла дурацкая сфера Главное тут не взять Просто Часовой ланцет Будем ли мы брать корону Вот в чем вопрос Господи, эти враги Они зажимают меня Капец как Мне нужно что-то На массовую Эту шнягу Можно взять револьвер Но тогда не будет Места для кнута Но если, конечно Я быстрые револьверы Не прокачаю Револьверы Кнут И по сути Да Либо взять один револьвер Пока что А потом взять кнуты Как вариант Начало прокачать кнуты А потом только револьвер Давайте мы возьмем Здесь Кнут Обычный Либо просто взять Обычный кнут И второй револьвер Еще как вариант Можно еще взять Чеснок Еще бы хотелось Рунтрейсер взять Да Себе В оружие Но пока Кнуты и револьвер Мой короче Выбор Для кнутов Кстати Мне нужно будет Сердце В любом случае Поэтому да Сердце мы возьмем Блин Не люблю Вот это вот Когда врубается Ускорение врагов На плохом сезоне Будем ли мы брать С вами корону Я думаю Да Мы должны Ее брать Чтобы не так долго Качать уровень Как мы это делали На предыдущем Персонажи Здесь мы возьмем Блин Печать было бы Тоже отлично Взять Но К сожалению Мне нету Для нее места Кнуты возьму Мне нужно Как-то Побольше Голды Нафармить Сейчас По фасту У нашего персонажа Есть повышенная Так Короче Мне нужно Либо взять Револьвер Либо второй Кнут И получается Для револьверов Мне еще нужно Тирогису Блин У меня столько Предметов Надо взять Мест так мало Для них Но я наверное Дупликатор Брать не буду То есть Он в принципе Нужен Но не обязательно Для этой сборки Поэтому я наверное Дупликатор Брать не буду Возьмем здесь Корону Чтоб больше Опыта лутать А че так много Противников Стало Еще водичка Мне нужно По сути Заклинатель Возьму Здесь Наверное На самом деле Хорошо было бы Прокачать топоры Но и взять Какой нибудь Там хилку Тоже было бы Неплохо Ну Увеличение Здоровья О Можно сейчас Неплохо Нафармить Опыта Так Святая Вода Мне Сто процентов Нужен Томик И мне Сто процентов Нужно Получается Как Как его Назвается Это Заклинатель Мне Нужен Томик Заклинатель И Я даже Не знаю Че еще Может быть Дупликатор Все таки Взять Или Шпинат Давайте Так Так Хилка Клеричи У нас Имеет Повышенный Запас Здоровья И соответственно Повышенная Регенерацию Здоровья Святая Вода Я вот Не помню Помимо Томика И помимо Этого Что Что-то Мне еще Надо было Прокачать Но я не могу Вспомнить Че именно Так Пока Берем Корону Потому что Она нам Позволит Неплохо Прокачаться Так Мне Нужен Получается Заклинатель Томик И третий Предмет Либо Канделябр Я думаю Взять Либо Не Канделябр Точнее Как он Дупликатор Либо Дупликатор Либо Блин Я не могу Решиться На то Чтобы мне Взять Последним Предметом Блин Как же Медузы Больно Бьют Когда они Зажимают Это просто Капец Какой-то О боже Сейчас Начнется Это Великое Притягивание Всего И вся Я бы хотел Взять Румтрейсер Но пока У меня Нету Для него Слотов Мне нужно Искать Святой Ветер Давайте Возьмем Эташнягу Пока что Начинается Мегаволна Я чувствую Скелеты Мне Такой Навставляют Что Я Долго Их Помнить Буду Мне нужно Как-то Выживать До этого Момента Надо Хотя бы Кнут Я не знаю Эволюционировать Чтобы Было Попроще Мы это Можем Сделать Сразу Так Водичка Водичка Можно Бычье Сердце Взять Подождите Если Я возьму Помимо Этой Штуки Не 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 Исходится А Тирогису Для револьверов Вот Чем Мне надо Вспомнил Окей Ну все Проблема Решена Мы выбрали Что мы будем Прокачивать Нам же Нужно Тирогису Для револьверов Точно Я совсем Забыл Об этом Здесь Мы возьмем С вами Наверное Еще Револьвер Револьверы Вообще Не Прокаченные Мы будем Целую Вечность Качать Так Возьмем Здесь Кнут Если Удастся Эволюционировать Кнут Сейчас По фасту То В принципе Мы Сможем Восстанавливать Здоровье На скелетах Дупликатор Тогда Отменяется Заклинатель Берем Заклинатель Позволит Нашей воде Дольше Оставаться На карте Конечно Последний Уровень Короны Что ты Спрашиваешь А У меня Нету Никакого АОЕ Урона Вот чем Минус Но Это Временно Тирогису Выпало Отлично Берем Так Ну По сути У нас Почти Все Есть Что Надо Так Теперь Мы Возьмем С вами Даже Не знаю Что Здесь Взять Ну Давайте Тиневую Шестерню Окей Так Чтобы Не очень Мне нравится Это оружие Не очень Охота Его прокачивать В первую очередь Лучше бы Еще один Кнут Выпал Было бы Замечательно Так Хилимся Живем Здесь Мы Берем С вами Еще Одно Тирогису Потому что Если Оно Исчезнет До эволюции Револьверов Будет Плохо Мне Нужно Желательно Второй Револьвер Найти Либо Второй Револьвер Либо Второй Хлыст Но Мне пока Не падает Ни то Ни другое Что Обидно Так Восьмого Уровня Кнут Замечательно Все Теперь Можешь Собирать Сундуки Теневая Шестерня Сундук Сюда Есть Эволюция Кнута Замечательно На четвертой Минуте Уже Кстати Эволюция Выпала А что Так Рано Все У меня Есть Теперь Хил Какой Никакой Но Хил Желательно Конечно Кнут Прокачать Первым Предметом Потому что Он мне Все Так Как Это Сказать Я его Быстрее Прокачаю Чем Револьвер Намного Потому что Револьвер У меня Один Не Прокаченный А Кнут Уже Прокаченный Так Мне Нужно Найти Кнут Но Пока Будем Брать Топоры Допустим И Мне Нужно В первую Очередь Качать Револьвер И Кнут Песнь Маны Нет Спасибо Давайте Револьвер А Нет Смотрите У меня Уже Револьвер Неплохо Прокачался Видимо Его В сундуках Нашел Или Что-то В этом Духе И Последним Предметом Я бы Хотел Взять Рум Трейсер У меня В принципе Уже Сборка Почти Готова Мне Осталось Найти Томик И Либо Кнут Реболивальвер Потом Снова Либо Кнут Реболиваль Либо Реболиваль Либо Реболиваль После того Как я Его Прокачаю Эй Че вы Так Наседаете Опять Проклятие Работает Окей Блин Я этих Чуваков Уже С трудом Пробиваю Давайте Теневая Шестерня Да Что ж Такое Это Не Томик Не Падает Не Падает Еще Это Какая Штука Называется Револьвер Второй Не Падает И При Эм Кнут Не Падает Странно Как Это Теневая Шестерня Давай Найди Уже Эти Предметы Сколько Можно Скоро Уже Блин Надо Будет Качать А Нет У меня Был Третий Уровень Этих Блин Чего Вы Так Наседаете То Со Всех Сторон Давайте Шестерню Мне Сюда Давайте Мне Сюда Заклинатель Блин Меня Зажимают Это Проклятие Иногда Такие Проблемы Доставляют Давайте Еще Топоры Так Мне Нужно Хил Искать Какой Нибудь Ну Либо Клеричи Сама Отхилиться С помощью Кнута И Пассивки Своей Да Что Ж Такое Это Блин Мне Выпадет Уже Сегодня Револьвер Или Кнут Давай Револьвер Или Кнут Ну Блин Ну 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 Мне Нужны Эти Оба Предмета Мне Не Падает Ни Один А Уже Седьмая Минута Скоро Пойдут Скелеты Эти Скелеты Меня Просто Порвут Как Я Должен Выживать Святой Ветер Спасибо Большое Так Теперь Надо Качать По Максимум Святой Ветер В первую Очередь Будет Выпадать Святой Ветер Сразу Качаем Святой Ветер Ну Револьвер Тоже Надо Будет Прокачивать Для Будущего Для Будущего Так Хил Пошел Ок И Притом Мне Нельзя Брать Сундук Сарканой Ну Точнее Я могу Взять Но Мне Нельзя Брать Предметы Пока Я не Прокачаю И Револьверы И Хлыст Вот это Еще Тоже Неприятная Такая Особенность Начинает Начинает Пробивать Думаю Думаю Все Прокачал Да Я Все Прокачал Мне Нужно Только Томик Так Аксессуары У меня Все Уже Есть Это Замечательно Это Хотя Радует Давайте Еще Святой Ветер Теперь Главное Не Сдохнуть Револьвер Это Не Самая Простая Задача Будет Для Нас Давай Святой Ветер Снова Надо Его Скорее Эволюционировать Святой Ветер Святой Ветер Дай Хил Еще Еще Святой Ветер Берем Эволюция Так Отлично Хил Пошел Сейчас Быть Защита Вокруг Персонажа Отлично Чувствую Сегодня У нас Будет Достаточно Долгая Серия Если Я Выживу Конечно И Доживу До 30 Минуты Подождите Я тут Подумал А как Я проживу 31 Минуту Без Лавры И Ланцета По Моему Моя Тактика Это Долобреж Ну Тогда Единственный Мой Вариант Это С После того Как я Прокачаю Револьверы Пытаться Найти Один Предмет А второй Из коробки С конфетами Вытащить Тогда Да Тогда Выживу Только В таком Случае Хорошо Что Я Вовремя Об этом Вспомнил Когда Еще Я Могу Хоть Что То С Этим Поделать Ути Это Извращение Конечно В Некотором Плане Но Ничего Не Поделаешь Так Давайте Здесь Возьмем Хм Пустой Фолиант Возьму Ну Я Думаю Хлыст Мне Даст Уже Некоторую Почти Не Уязвимость Ну Хотя Минотавры Все Таки Проходят Через Хлыст Не Без Труда Но Проходят Так Короче Какой Сейчас Вариант Ищем Револьвер Второй Прокачиваем Его После Этого Ищем Либо Лавр Либо Ланцет Что-то Одно Из Этого И Рунтрейсер Видимо Тогда Нам Снова Не Судьба Прокачать Так Наруч Здесь Берем Блин Если Револьвер Второй Не Выпадет Это Будет Эпик Фейл Конечно Но У нас Есть Пропуски Есть Изгнания Мы Будем Этим Пользоваться Если Что Блин Следующей Волной Будет Опять Ускорение Врагов И Экстра Дамаг По мне Сейчас Закончится Эффект Этой Фигни И Начнется Эффект Другой Фигни Ну Будем Изгонять Если Что Предметы Красные Кристаллы Мне Дайте Пожалуйста Так Берем Здесь Наверное Я Даже Не Знаю Че Мне Взять Ну Давай Возьмем Пустое Сердце Не Знаю Че Взять Из Одного Предмета Да Бывает Так Мне Нужен Опыт Блин Револьвер Выпадай Уже Задолбал Сколько Уже Уровня Я Тебя Жду Револьвер Номер Два Пожалуйста Выйдите На связь Как Слышно Револьвер Номер Два Вот Теперь Придется Изгонять Уже Давайте Мы Изгоним Библию Наверное Библия Нам Не нужна Наверное Да Не нужна Ну С этих Скелетов Я Достаточно Много Опыта Нафармлю Так Еще Изгоняем Тогда Получается Волшебный Жезл Вон Уже Аркана На Притягивание Наше Так Сюда Возьмем Изгоним Рун Трейсер Наверное Или Браслет Давайте Пока Браслет Изгоним На время Нет Нет Не Браслет Давайте Кольцо Молний Браслет Реже Просто Выпадает Так Кошки До свидания Пентаграмма Нет Давайте Кресты Изгоним Здесь Изгоним Теперь Песньманы О Отлично Пистолет Есть Качаем Пистолет Короче Делаем Эволюцию Главное Сундуки Только Случайно Не забрать Они нам Еще Пригодятся Так Еще Револьверы Еще Револьверы Так Вроде Это Последний Уровень Револьверов Был Да Вроде Последний Теперь Качаем Через Сундук И Ищем Либо Лавр Либо Ланцет Так Лавр Берем Так Еще Прокачиваем Теперь Надо Прокачать Лавр На Максимум Можно Можно Уже Взять Руну На Притягивание По Сути Своей Либо Сначала Выбить Попытаться Ланцет Я вот думаю Что будет Из-за этого Сделать Профитнее Берем Большой Мешок Денег Всегда Нет Давайте Сначала Предметы Прокачаем А потом Уже Будем Искать Ланцет Готово Так Берем Руну На Собственно Притягивание Повтор Повтор Вот Она Блин Последней Руной Пришла Так Подожди Мне нужно Взять Эту Фигню Мне Нужно Взять Вот Эту Фигню Вот Эту Фигню Ну И броню Просто Чтоб Была А вот Эти 4 Предмета Мне Они вообще Не нужны В этом Забеге Их Можно Вообще Не брать Магнитосфера Магнитосфера Можно Кстати Эволюционировать Сейчас Оружие Я Наверное Это И сделаю Так Есть Водичка Так Есть Собственно Эта Фигня Забыл Как Называется И остались Еще Топоры Так Давай Магнитосферу Канделябр 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 Так Крылья И берем Собственно Улучшение На топоры Угу Так Поехали Теперь Надо Прокачать Все Оружие На Фул И начать Уже Пытаться Найти В сундуках Коробку Конфет Давай Еще Скорости Почему бы Нет Боже Какая Дичь Происходит А Имба Билд Имба Билд Это Имба Билд Кстати Я Наверное Знаете Что я Сделаю Сейчас Я Выброшу Эти Штуки А Боссов Попытаюсь Победить Чтоб Потом Случайно Не Взять Их Все Я Их Выбросил Они Мне Не Нужны Будут В Забеге Мне Просто На 31 Минуту Продержаться Мне Не Обязательно Убивать Жнецов Просто Ждем Сундуков И Надеемся На Коробку Конфет Потому Что Если Она Мне Не Выпадет То Это Будет Печально Она По-моему Падает В любом Сундуке Почти Сто Процент Вероятностью Если Это Легендарный Сундук А Если Это Эпический Там Просто По-моему Повыше Вероятность Упадения Я Думаю Мне Хватит Урона Чтобы Избавиться Вот От Этих Челиков Даже Без Лавры И Лансета Эволюционировавшего О Нормально Голды Зато Нафармил Ждем Короче Боссов С Которых Мы Выбьем Нужные Предметы Ну Давайте Боссы Появляетесь Уже Как же Долго Не было Боссов А А Вот Первый Босс По-моему Появился Его Где-то Здесь Видел Хотя Не факт Что Из него Выпадет Опять Именно Сундук Из него Может Просто Красный Самоцвет Выпасть Надеюсь Не урона Хотя бы Хватит Чтобы Продержаться Против 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 До Тридцатой Минуты А то Я уже С трудом Как-то Пробиваю О Пошло Пошло Вот И Собственно Босс У нас А мы Его Сейчас В эту Лужу Заведем Он Умрет Очень Быстро Так Рискуем Блин Не повезло Ждем Следующего Босса Блин Я надеюсь Мне повезет И я все-таки Выбью Коробку Конфет Потому что Иначе Будет Печально Просто Посмотрите На эти Огромные Лужи Это Жесть Какая-то Они Умирают А просто Об края Лужи Мне даже Двигаться Не надо А еще У нас Будет Сундук Сарканы Помню Такую Тему Водичка Иди Ко Мне Повелитель Воды И огня Одновременно Ок Господи Это Скорость Противникам Конечно Жесть Ланцет Мне еще Позволит Выжить Подольше Ну Где Боссы Ну Алло Игра Давай Боссы Уже Так Сейчас Пойдет 18 Минута Я думаю Тут Должен Быть Босс Да Вот Он В принципе Опять Не повезло Да Что Ж Такое Это Ладно Ждем Тогда Либо 19 Либо 20 Минуты Опыт Идет Уровни Стакаются Уже Кстати 175 Уровень Нифига Себе Гори Гори Ясно Чтобы Ты Погасла Ну Давай Босс Где Ты Вот Когда Ты Просто Получаешь Уровни И ждешь Появления Боссов Немного Скучновато Конечно Становится Это Такой Минус В игре Есть Если Ты Очень Быстро Прокачал Все Что У тебя Есть То Дальше Потом Не так Весело Ты Просто Бегаешь И Собираешь Лут Бесконечно Тут Видимо Каждые Две Минуты Босс Потому Что Не Было Босса Ни На Девятнадцатой Ни На Семнадцатой Минуте И Вполне Возможно Что С Двадцатую Минуту Вообще Выпадет Какая Нибудь Аркана Я Надеюсь Лансет Есть В Оружиях Предложенных Коробкой Конфет Потому Что Если Нет То У Некоторые Проблемы О Босс Опять Не Повезло Да Что Ты Будешь Делать Слушай Братан У тебя Нет Случаем Этого Как Она Называется Где Он Находится Он Где То Здесь Должен Бы Блин Они Начинают Меня Пробивать Мне Нельзя Слишком Много Двигаться Да Даже Вода Им Пофиг Им Пофиг На Воду При Особенно Проклятии Ускоренном Так Где Блин Этот Челик Я его Найти Не Могу А Вот Он Че У тебя Нет Коробки Конфет Нет Сожалению Нет Можно Аркану Взять Можно Кстати Остановить Перерост Опыта И Таким Образом Сундуки Лутать Только Супер Мега Редки Это Кстати Как Вариант Либо Взять Удвоение Урона От Хлыстов Тоже Неплохая Аркана Я думаю Наверное Вот эту Штуку Возьму Она Мне Позволит Больше Дэмэджа Носить И Быстрее Убивать Противников Понадеюсь Все таки На удачу Я мог Бы Сто Процентно Сейчас Найти Сундук Но Даже Если Мы Сегодня Не Пройдем Эту Локацию Мы Хотя Б То Есть Не Проживем 31 Минуту На Этой Локации То Мы Хотя Б Откроем Достижение За То Что Мы За Клеричи Поиграли Так Еще Один Сундук Опять Не Повезло Да Что Что Будешь Делать 8 Минут Всего Осталось Это По сути 24 Минута Может Босс 26 Минута Может Босс И Получается 28 На 30 Уже Будет Попа Боль Ну Коробка Конфет Ну Ты Можешь Живы Постежная Мне Просто Нужно Чтобы Хотя Эпический Сундук Выпал Чтобы Чтобы В ней Было Ну Вы Поняли Коробка Конфет Капец У меня Уже 211 Уровень Это Случайно Не рекорд Ли У нас По уровням Ну Наверное Нет Но Такое Ощущение Что Да О Босс На 23 Минуте Оказывается Тоже Есть Босс Окей Постараемся Найти Опять Не Было Ничего Так Из Идите Из Идите Так Опыта Немножко Опять же Ну Вряд ли Мы Успеем Поднять 300 Уровень Хочи Чем Черт Не Шутит Так На 24 Будет Босс Или Как Походу Нет Ну Либо Он Где-то Замороженный И Просто Не Вижу Тоже Как Вариант Но Мне Кажется Его Просто Нет На 25 Точно Должны Быть Живые Доспехи Босс Секунду Запись Проверю Да Все Пишется Все Вроде Нормально Окей Больше Больше Лута Бугу Лута Так Пошел 25 Волн Пошел 25 Волн Ну Давай Погибай Он Он Жирный Должен Должен Быть Достаточно Это Один Из Самых Жирных Боссов В Игре Ну Именно У Которого Много Здоровья Скажем Так Блин Не Меня Пробивают Это Мне Не Нравится Ну Давай Да Господи Да Что Ж Так Не Везет У Нас Осталось Буквально Один Или Два Босса Всего Можно Еще Как Вариант Внизу Есть Заморозка Видите Можно Пробовать Постоянно Замораживать Жнеца Через Заморозку Как Вариант Это На Самый Так Сказать Крайний Случай Будем Искать Заморозки Везде Где Только Возможно Так Пошла 26 Минута Можно Попробовать Через Заморозки Прожить У нас Есть Еще Два Воскрешения И Заморозки Точнее Одна Заморозка Надо Только Понять Куда Двигать Чтобы Мы Ее Нашли Сразу Так Она Где-то В Верхнем Левом Углу Так Надо Отойти Оттуда Тогда Так Она Должна Быть Прямо Надо Мно Где-то Да Прямо Где-то Надо Мно Находится Надо Хотя Понять Где Она Именно Находится Все Вижу То Есть На Крайний Случай Используем Ту Заморозку Пока Не Будем Ходить В Ту Часть Экрана Еще Один Босс Ну Давай Это Вроде Последний Босс Мне Нужно Чтобы Из него Выпала Коробка Конфет Ну Давай Да Твою Мать Это Был Последний Босс По-моему Ну Может Еще На 28 Минуте Будет Но По-моему Нет Там По-моему Еще Один Голем Какой То Должен Быть Если Я Не Ошибаюсь Блин Ну Как Может Так Не Вести Чтобы За Все Сундуки Блин Не Выпала Одна Коробка Конфет Когда Мне Нужно Чтобы Она Выпала Так Сейчас Пойдет 28 Минута Так Меня Могут Здесь Вообще Зажать Так Что Я Не Выживу Либо На 29 Минуте Есть Босс Я Уж Не Помню Я Что Случайно Заморозку Взял Походу Да Мне Надо Искать Тогда Еще Одну Заморозку Прям Сейчас Может Иначе Будет Прям Сто Процент На ГГВП Долбаные Големы Не Дают Мне Двигаться Я Нашел Заморозку Пацаны Все Нормально Только Не Тогда Когда Надо Я Просто Против Жнеца Не Проживу Там Есть Заморозка Где Я Почти Здесь Да Первое Воскрешение Будет Потрачено Отлично Так Ну а Теперь Мне Нужна Еще Одна Заморозка Мне Нужно Сейчас Бегать И Искать Заморозки У Мне Немного Времени На Это Оживить Блин Ну вот Как с Лавром Не повезло Конечно Это же Жесть Еще раз Попробуем Блин 31 минуту Я все равно Не прожил Из-за того Что Лавр Не Выполз Коробки Конфет Вот это Отстойно Конечно Ну ладно 73 тысячи Золота Тем временем Неплохо Можно Взять Какие нибудь Усиления Допустим Вот это Да Еще одно Исключение Можно будет Взять И еще Исключить Потом Какие нибудь Предметы Пока Наверное Уберу В следующей серии Снова Поставлю И Блин Господи 31 минута На молочном Заводе Какой-то Для меня Челлендж Когда Мне Максимально Не везет Попробуем Наверное В следующий раз Либо За Пугналу Пройти Его Либо За Я даже Не знаю За Арку За Порту Может за До Марио Попробовать Хотя До Марио Наши А нет До Марио Это маг У него Библия Ну Или Допустим Запо Запо Неплохо Кстати Запо Я думаю Есть шанс Ладно Ладно На этом Точно Буду Заканчивать Вам Огромное Спасибо За просмотр А с вами Как всегда Был Ник Удачи До скорых встреч Мы еще Обязательно Увидимся На этом Пока что Все И пока Пока Субтитры Субтитры